Следующий слайд. Есть 800 специализированных подразделений по радиотерапии, лучевой терапии, и есть разные сети между медицинскими учреждениями на уровне национальном, районном и кантонном. И есть национальный центр рака, расположенный в Пекине. И ситуация особенно изменилась в 2030 году, поскольку в прессе стали писать вообще к этой проблеме огромное внимание было привлечено, особенно к тому урону, который наносит рак нашей стране. И было принято решение организовать структурно подразделение и систему, которая могла бы эту проблему решить. Мы обращались и в Генеральную ассамблею, получали оттуда помощь в Всемирную организацию здравоохранения. На открытии нашего мероприятия я уже говорила о том, что на сессии ВОЗ в Москве присутствовал наш министр здравоохранения. То есть Россия помогала заключению окончательных договоренностей, которые были потом представлены на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. И поэтому участие России в решении этого вопроса тоже весомо и ценно. А теперь посмотрим на данные. Министерство здравоохранения их предоставило. И мы сравниваем положение Китая с другими странами. У нас сравнивается, что было в 2007 году, в 2000 году. Это расходы на здравоохранение как процент от ВВП. Посмотрите, Китай находится на уровне Индии и Ирана. В нашей стране есть и человеческие ресурсы, и оборудование. Но это все доступно в медицинских учреждениях, в городах. А в сельской местности этого не хватает. Если мы смотрим пятилетнюю выживаемость, показатель в Китае, данные опубликованы буквально в прошлом году нашими национальными раковыми центрами, то вы посмотрите, то в целом пятилетний период выживаемости составляет всего лишь 30,9%. Но эта усредненная цифра гораздо выше в городах и гораздо ниже в сельской местности. Такое неравенство нужно исправлять, нужно повышать вообще цифру пятилетней выживаемости у нашего населения. И есть несколько программ у государства, в том числе и скрининг. Только когда вы понимаете, насколько низкие цифры пятилетней выживаемости, и если вы видите, что диагноз ставится поздно, на уже продвинутых стадиях рака, этим людям нельзя помочь, потому что сразу возникает вопрос, как менять систему в сторону улучшения и увеличить борьбу с раком в Китае. Поэтому пока еще нет у нас закона национального по борьбе с раком, однако в последние годы мы видим, что больше финансирование выделяется на профилактику рака и вообще на здравоохранение для борьбы с раком. Но это все-таки жесты временные, в зависимости от годового бюджета страны в конкретное время. Поэтому заметны улучшения в системе здравоохранения в сельской местности, но это еще нестабильный процесс. У нас была заведена система реестров по раку, и особенно активно программы скрининга ведутся по раку шокематки и ракомороечной железы. Поскольку я говорил, что ситуация в городах лучше, но при этом проблема кадров на национальном уровне по-прежнему присутствует, ресурсов мало и нужно каким-то образом справляться с той клинической потребностью у населения, которое существует. Ситуацию мы знаем, и у нас поэтому есть план по контролю, по борьбе с раком. И ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, тоже имеет свои взгляды на этот счет. И поскольку у нас централизированная система, как заявляет ВОЗ, то здравоохранение могло бы получать большую помощь от государства. Это действительно происходит. Основные виды рака у нас, рак легких, печени, желудка, пищевода, колоректальные, груди, это 80% всех раковых смертей. И основной приоритет сейчас перед нами поставленный, это профилактика рака легких, но при этом на национальной повестке дня присутствует и борьба с раком шейки матки и молочной железы. На этот счет выпускаются руководства, рекомендации по проведению скрининга, раннего обнаружения, диагностики для девяти основных видов рака. То есть пока не для всех видов рака существуют такие материалы национального уровня, но вот для девяти, опираясь на опыт ВОЗ. Кроме того, еще и материалы по преподаванию, по обучению предлагаются на компакт-дисках. Мы их бесплатно распространяем на DVD. Вообще среди медиков, докторов, администраторов эта информация распространяется. И существует большая разница между восточным и западным побережьем, между зоной промышленного производства, центром Китая. Тоже существует разница. Поэтому каждый раз, когда мы разворачиваем какие-то глобальные программы в замоохранении, нам необходимо иметь демонстрационные проекты. И вот отчеты по проведению таких демонстрационных проектов. Прежде всего мы начинаем, смотрим на среднегодовую цифру рака. Вот здесь эта цифра по раку шейки матки. Мы смотрим средняя цифра за год, обнаруженных в городских регионах, в сельских регионах. То же самое по раку груди, по обнаруженным случаям. И смотрим дальше еще конкретно по провинциям. И мы можем уже понять, в каких группах населения и территориях этот риск выше. По поводу городов. Мы не проводим... Если для сельской местности рекомендуется популяционный скрининг, то для городов мы, наоборот, просто приглашаем население воспользоваться услугами, которые существуют в медицинских учреждениях. И пройти исследование на рак легких, печени, желудка, колоректальной и груди в 14 провинциях. При этом не только центральное правительство выделяет на это фонды, но и, допустим, профсоюзы китайские выделяют средства для поддержки таких программ в городе и для женского населения. На таблице представлены общие результаты скрининга по раку в Китае. И, видите, номер первый – это рак шейки матки. В общем, количество, общее количество участников 1190 – это и провинции, и города. И постепенно мы покрываем охват скрининга. В колоректальном раке, вот в этой программе, участвуют 24 единицы. И вот совсем немного в раке легких участвуют. Но мы эти регионы будем увеличивать, включать их в охват программами, для того, чтобы охват был такой же, как и по раку шейки матки. Вот показаны все точки скрининга на карте Китая. И вы видите, что их плотность неравномерная. Очень много на востоке Китая, мало на западе. Поскольку времени осталось, я хочу вам дать конкретный пример по раку груди. Скрининг этого типа рака в Китае. Вот в первый раз, когда мы его проводили, мы охватили более 1,2 млн женщин сельской местности в возрасте 35-64 года. Мы определялись с методикой скрининга, который будет использовать Министерство здравоохранения. И мы встречались с ведущими врачами, которые всегда говорили, что маммография – это ведущий скрининг-метод в Европе. И никто не поднимал вопрос об ультразвуке. Но был такой аргумент, что у китайских женщин грудь маленькая, этническая и очень плотная. Поэтому маммография не будет настолько же показательна при скрининге, как ультразвук. Поэтому был предложен ультразвук. Но вы знаете, что по ультразвуку нет клинической доказательной базы о его результативности. И на тот момент эта программа была пятилетняя. И в итоге решили использовать просто осмотры груди в клинике, отказавшись от маммографии и от ультразвука. И получается, что в клиниках ничего не могли предложить, кроме мануального осмотра груди. Естественно, процент выявляемых случаев был очень низкий. И с 2012 года мы изменили план, и в рамках клинического осмотра груди предлагался ультразвук. Если он был положительный, то тогда следующим этапом был маммографический. Вот такой был план, и он реализуется. Мы, конечно, публикуем результаты в статьях. И вообще по исследованиям рака груди было опубликовано более 7 тысяч работ в нашей стране. И пытались сравнить осмотр, ультразвук и другие методы исследования. И мы нашли, на самом деле, только одну релевантную для нашего случая работу. Мы участвовали в встречах, которые проводит ВОЗ по раку груди. И вот я должен был участвовать в этой встрече, и хотел найти подходящую статью, не нашел. После встречи в ВОЗ я нашел эту статью. И не совсем понятны у нее результаты. Вот здесь показано, посмотрите, маммография, ее чувствительность 8 к 14, а и дальше ультразвук 14 к 14. Вот сравним маммографию и ультразвук. То есть получается, что у ультразвука стопроцентная чувствительность при сравнении с маммографией. Эти данные не совсем однозначные. Или вот эти два сравнения. Сравнение с ультразвуком. Поэтому очень сложно эти данные интерпретировать. А это встреча, которая была организована в 2014 году. И тут обсуждались вопросы скрининга по РМЖ. После встречи мы опубликовали отчеты о встрече. И вот здесь, по поводу ультразвука, что можно сказать. Даже в Китае после стольких многих лет мы не можем опираться на международный консенсус о том, что дает нам ультразвука. Он снижает смертность от рака? Непонятно. Недостаточно с данных. Он увеличивает обнаружение рака в груди в ограниченном виде. Он снижает уровень раков, обнаруженных на интервале. Тоже недостаточно данных. И мы понимаем, что эта проблема существует. И сейчас мы пытаемся собрать данные для того, чтобы понять, насколько чувствительным является этот метод ультразвука для обнаружения рака в груди именно для азиатских женщин. Ну, я практически закончила. У меня уже выводы. Мы говорим, что проблем много. Это оказывает большой урон населению. Но мы получили государственную поддержку и работаем над этим вопросом. У нас времени на полвопроса. У кого-то есть полвопроса? Проводили по исследованию скрининга в Китае. Оценивался вред от тех методик, которые вы применяли. Вероятность вреда, таких как клиническое исследование молочной железы, обследование молочной железы и сочетание УЗИ и маммографии. В презентации, кстати, я сказала, что маммографию мы вообще не используем как скрининговый инструмент, только ультразвук. Вот ответ на ваш вопрос. Спасибо.